Уже два года на территории Тверской области работает транспорт Верхневолжья. В 2020 году в Твери началась транспортная реформа. А сегодня синие автобусы приходят практически во все муниципалитеты региона. О том, как менялся общественный транспорт в сюжете нашего корреспондента. 3 февраля началось преобразование общественного транспорта в Твери. Два года назад на улицах города появились автобусы с символикой «транспорт Верхневолжья». Новая транспортная модель полностью соответствует современным требованиям и была разработана и внедрена в короткие сроки. На смену маршруткам и троллейбусам пришли синие, вместительные, а главное умные автобусы. Эти технологии нам помогают четко выставить регламент. Каждая конечная остановка, обработка автобуса водителем, все это под видеонаблюдение. Кстати, Тверская область стала одним из первых регионов, где приступили к модернизации пассажирских перевозок по поручению президента России Владимира Путина. Обновленная транспортная стратегия, как мы и договаривались с коллегами, должна строиться вокруг современных запросов человека в интересах высокого качества жизни наших граждан. Открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Отличительной особенностью нового транспорта стали единые стандарты. Это коснулось цветовой гаммы и формы водителей, аналогично существующему порядку в Москве. Напомним, что какого цвета должен быть городской транспорт, выбирали путем голосования сами жители. Сначала автобусы запустили в Твери и Калининском районе, где сейчас действует 85 маршрутов. Затем в Ржевской, Старицкой, Киморской и Зубцовской агломерациях, где функционирует 110 маршрутов. Огромный плюс – это белая зарплата, оплата труда, современный подвижной состав и поддержка со стороны руководства постоянная. То есть помогают решать все вопросы. Это, конечно, огромные плюсы. Минувшим летом с работой транспортной модели ознакомился премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил цифровую систему управления городским транспортом, удобство и понятное расписание. В праздничную дату 3 февраля губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк компании-перевозчика и поздравил с годовщиной начала работы руководства и сотрудников Верхневолжского АТП. Лучшим работникам предприятия были вручены награды. Сегодня очень важно, что общественный транспорт работает и комфортно, и безопасно. Мне очень важно, что люди, которые пользуются, они понимают, что они заходят в современный автобус. Сотрудники АТП задали Игорю Руденя актуальные вопросы. Один из них касался обеспечения комфортных подъездов к остановочным комплексам, расчистки их от снега. Губернатор отметил, администрации Твери будет дано поручение усилить эту работу. Всего за два года пассажиры автобусов транспорта Верхневолжья совершили более 149 миллионов поездок. Еженедельный пассажиропоток в среднем составляет более полутора миллионов поездок, ежемесячный – более шести миллионов.